Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет итоговый выпуск программы «Время говорить». О самых важных событиях этой недели расскажут наши журналисты. Смотрите сегодня. Визит недели. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Рязань 1 сентября. В начале учебного года рязанские школьники и студенты услышали первый звонок на занятия. В городе проходят мероприятия, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны. Теперь обо всем подробнее. Начать хотелось бы с небольшого экскурса в первый день наступившей осени, который в этом году выпал на вторник. Само собой нельзя забывать о главном празднике этого дня. Тысячи школьников и студентов пришли в свои учебные заведения, встретились с друзьями и преподавателями, нарядами постояли на торжественной линейке, да и отправились на первый урок. Как проходило празднование 1 сентября в Рязани, узнаете из сюжета. Во всех населенных пунктах нашей страны в первый день осени нарядно одетые школьники с букетами наперевес отправились в школу. Не стало исключением и Захаровская средняя школа, на которой, отдохнув за лето, вновь распахнула свои двери. Школьные коридоры вновь наполнились топотом, но коротные парты встретили изрядно подросших за лето учеников. Начался главный школьный праздник традиционно с торжественной линейки. Совсем недавно, совсем недавно мы с вами стояли здесь на линейке три месяца назад и выпускали выпускников 2015 года. А вот сегодня, буквально прошло совсем немножко, кажется, закрыли, глаза открыли, мы снова с вами здесь и вас совсем не узнать. Я вас сегодня всех не узнала. Вы так подросли, вы так возмужали, вы стали совсем взрослыми. Я очень рада вас сегодня видеть. На традиционной школьной линейке перед входом в 69-ю школу, что в микрорайоне Конищево, учителя, ученики и их родители. После исполнения государственного гимна всех собравшихся с Днем Знаний поздравила директор Татьяна Дедко. Надеюсь, что вы, ребята, успели за лето соскучиться по своей родной школе, своим одноклассникам, своим учителям. И, конечно, сегодня торжественно приподняло настроение и у наших первоклассников. Они пока еще не учат, понимают, что из них происходит. Я надеюсь, что они будут очень стараться, учиться на Днем Знаний. И пусть этот праздник им запомнится надолго. Безусловно, школьная линейка – это праздник прежде всего первоклассников. Именно эти ребята начинают свой долгий и, возможно, порой не очень легкий учебный путь. Посетили 69-ю школу и почетные гости, в том числе депутаты Рязанской городской думы, а также сотрудники полиции. Как ни странно, но первые пятерки в новом учебном году школьники получили именно от правоохранителей. Это были буклеты «Твоя пятерка безопасности». В них содержится несколько простых и действенных советов, как вести себя на дороге, как избежать опасных моментов. Есть в нашем городе и кадетские классы, которые, конечно же, День Знаний не обошел стороной. В школе номер 31 учащиеся профильного класса «Пожарные кадеты» приняли присягу. В этом году праздник стал особенным и для школы номер 47, ведь для учеников вновь распахнул свои двери класс «Спасатели». В новом учебном году учащимся профильных классов предстоит познать азы пожарно-спасательного дела, изучить основы пожара безопасного поведения, научиться четко и грамотно действовать в сложных чрезвычайных ситуациях. Не только для школьников, но и для студентов 1 сентября праздник. Торжественная церемония в честь начала учебного года в Академии ФСИН России традиционно прошла на плацу училища. Здесь старших курсников приветствовали представители областной и городской власти, работники региональных силовых ведомств, ветераны и, разумеется, руководители учебного заведения. Товарищ генерал-майор, личный состав Академии по случаю празднования Дня знаний построек. Заместитель начальника Академии подполковник Паналик. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Желаю, товарищ генерал-майор! Вольно! Вольно! Желаю всем достижения новых профессиональных высот, реализации всех отмеченных планов, отличной учебы, настойчивости и достижения самых смелых целей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. В добрый путь в новый учебный год! По словам начальника Академии Александра Крымова, обучаться в стенах вуза будут более 800 курсантов, студентов и слушателей по 10 специальностям и направлениям подготовки. Ну и, конечно, 1 сентября – это больше, чем День знаний. Это день встреч и важных перемен. В этот же день наш город посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель правительства Российской Федерации посетил Земскую школу в селе Константиново, побывал на фармацевтическом заводе «Форд» и пообщался с региональным партийным активом. Подробнее в сюжете. 1 сентября, в День знаний, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочего визита в Рязанскую область побывал в начальной земской школе села Константиново, входящей в музей-заповедник Сергея Есенина. Дмитрий Медведев приветствовал победителей и призёров Олимпиад, школьников города Рязани и области, для которых в земской школе проходил урок под названием «Я люблю Россию». Дмитрий Медведев подчеркнул, что рад посетить эти места в год, когда исполняется 120 лет со дня рождения великого поэта. Далее премьер-министр провёл встречу с губернатором Рязанской области Олегом Ковалёвым на заводе «Форд». Там он ознакомился с производством вакцин и других фармакологических препаратов. По мнению Дмитрия Медведева, у таких предприятий хорошее будущее. В последнее время был принят ряд нормативных актов, направленных на поддержку отечественных производителей. И эта работа будет продолжаться. Предприятия такого уровня способны покрыть весь рынок Российской Федерации по количеству доз вакцин в связи с теми или иными благоприятными событиями, эпидемией и пандемией. Завершил свой визит Дмитрий Медведев встречей с региональным партийным активом в Рязанском медуниверситете. В рамках конференции премьер-министр обсудил наиболее важные вопросы. Например, затронул тему капитального ремонта многоквартирных домов. Нужно обязательно сделать такую систему платежей, которая, еще раз подчеркиваю, будет понятной и справедливой. То есть, если она применяется, то применяется ко всем, но, возможно, дифференциация по материальному уровню и по каким-то другим аспектам. Это долгая программа, и она рассчитана не на 3, не на 5 лет, а на длительную перспективу, потому что дома у нас имеют длинный срок эксплуатации. Поэтому деньги, которые люди, по сути, вынимают из собственного кармана, нужно защищать. Защищать можно только одним способом. Гарантировать, что по этим деньгам не произойдет существенных изменений, как минимум ухудшений. У медицинского сообщества возник вопрос по поводу импортозамещения медицинских изделий. У нас должна быть стопроцентная уверенность, что если мы закрываем позицию, например, ЭВЛ, да, то тогда наши точно не хуже. И самое главное, что их можно будет купить и поставить. И то же самое по другим позициям. То есть лучше идти чуть медленнее, заниматься здесь импортозамещением, но быть уверенными, что все наши больницы, все наши поликлиники оснащены нормальным работоспособным оборудованием. Не обошлось без обсуждения темы материнского капитала. Ведь программа рассчитана до конца 2016 года. Планируется ли ее продление? Эта программа реально хорошо работает. И она свою роль уже исполнила во многом, потому что мы стали получать вторые и последующие рождения. Но надо признаться по-честному, это крутая программа для бюджета. Мы сейчас считаем, что можно было бы сделать на будущее, потому что у нас программа заканчивается в конце 2016 года. И мы взвешиваем различные варианты дальнейшей поддержки деторождения в нашей стране. Программы поддержки материнства. Была озвучена и тема, касающаяся поддержки сельскохозяйственных предприятий и производителей, а также подготовки квалифицированных аграриев. Конечно, мы должны продолжить программу кредитования и программу субсидирования кредитной ставки по самым разным направлениям. И по животноводству, и по растениеводству, и по инвестиционным кредитам, потому что очень часто это длительный цикл. Естественно, продолжить поддержку российских производителей сельхозтехники, потому что для того, чтобы купить нормальный трактор или комбайн, нужно иметь для этого ресурс финансовый. А с другой стороны, чтобы наши производители могли продавать его по конкурентной цене. Подводя итоги встречи, Дмитрий Медведев пожелал однопартийцам успехов в работе. А участники конференции отметили, что беседа была весьма продуктивной. Ведь вопросы, которые были ими озвучены, теперь будут подниматься на законодательном уровне. На этой неделе в стране отмечался день окончания Второй мировой войны. 2 сентября прошли парады на Дальнем Востоке. Там этот день отмечался особенно широко. 3 числа в Пекине, где в четверг с официальным визитом побывал Владимир Путин, состоялся масштабный парад, в котором приняли участие военнослужащие из более чем 40 государств. Примечательно, что замыкал аппарат российской роты почетного караула Преображенского полка. Таким образом, свое уважение нам показала китайская сторона. Ведь именно советские солдаты внесли решающий вклад в разгром японских оккупантов. Надо сказать, что опасность вторжения Японии на территорию Дальнего Востока существовала еще с начала 30-х годов. Крупные столкновения произошли на озере Хасан в 1938-м и в 1939-м году на Халкин-Голе, на границе Монголии и Манчжоу-Гол. В 1940-м году создан Советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальный риск начала войны. Однако, благодаря грамотной дипломатической политике, японскую агрессию удалось остановить и тем самым не допустить войны на два фронта. Вообще была договоренность между японским правительством и фашистской Германией. После того, как немцы берут Москву, Япония начинает боевые действия против Советского Союза на Дальнем Востоке. И в этой связи, конечно же, крах немецкого Блицкрига, крах вот этого плана тайфун окружения и взятия Москвы сыграл очень и очень важную роль. По сути говоря, эти события изменили ход Второй мировой войны. Агрессия японцев теперь получила направление в Юго-Восточную Азию, а не на север. Боевые действия против Японии начались 8 августа 1945 года. Спустя ровно три месяца с момента капитуляции фашистской Германии. Главный удар советские войска нанесли по Манчжурии, где базировались основные силы Квантунской армии. Квантунская армия – это та часть императорской армии Японии, которая располагалась в северо-восточном Китае, то есть в Манчжурии, представляла собой очень грозную силу и недооценка этого совершенно неправильная. Там было более полутора миллионов солдат и офицеров. Там были очень мощные моторизованные части, сотни самолетов. Более того, японцы активно проводили опыты с биологическим оружием, и это тоже была очень большая опасность. Вот эта операция советских войск, начатая в августе против Квантунской армии, она была беспрецедентна. 12 тысяч погибших – это очень большая цифра. Сопротивление японцев было просто фанатичным, ожесточенным. И забывать о подвиге наших солдат, морской пехоты, моряков при взятии Курил, при взятии Сахалина, при проведении десантных операций в Манчжурии совершенно не стоит. Были в составе советской армии громившие японцев и рязанцы. Уроженец Шиловского района младший сержант Александр Яковлевич Фирсов при штурме Дунинского укрепрайона повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дота. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В августе 45-го года на Тихоокеанском флоте служил авиатехником впоследствии известный рязанский журналист Анатолий Павлович Лисин. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна, идет война народная, священная война. Вот так, ребята. Это не так просто все. И мы рады, что мы защитили родину. Это значит, люди живут. Сейчас многие, многие, многие. Официальным окончанием Второй мировой войны считается 2 сентября, когда в Токийском заливе, прямо на борту линкора Минсури, принадлежащим вооруженным силам США, был подписан акт о капитуляции Японии. В результате войны Советский Союз вернул территории, потерянной еще в 1905 году, остров Сахалин и часть Южных Курил. 3 сентября в региональном правительстве состоялась церемония подписания партнерского соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и банком ВТБ-24. В этот же день прошел торжественный запуск нового завода по производству бетона и асфальтобетона. 3 сентября в региональном правительстве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и банком ВТБ-24. В рамках соглашения между правительством и банком стороны планируют взаимодействовать в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации на территории региона инвестиционных проектов, в том числе осуществляемых на основе государственно-частного партнерства, программ, направленных на обеспечение жильем граждан и программ капитального ремонта многоквартирных домов. Я думаю, что это соглашение позволит нам лучше выстроить наше взаимоотношение как в кредитовании и финансировании малого бизнеса, так и в обеспечении финансирования капитальных вложений, капитального строительства, особенно жилищного строительства, поддержку ипотеки и ряд других продуктов, которые банк может предложить на территории Рязанской области. В тот же день состоялся торжественный запуск завода по производству бетона и асфальтобетона, первой очереди производственного комплекса «Велком Групп». На предприятии установлено новейшее оборудование из Швейцарии и Германии. Производство максимально автоматизировано и обслуживается двумя операторами. При этом компания предоставляет около тысячи рабочих мест. Новый завод на 20% обеспечит потребность региона в асфальте и на 10% в товарном бетоне. Завод имеет установленную мощность 120 кубометров бетона в час. Особенность завода в том, что он башенного типа, имеет внутри запаса материала на производство тысячи кубометров бетона, без дозагрузки инертного материала, что обеспечивает скорость производства, что обеспечивает стабильное качество за счет того, что материал прогрет и заготовлен заранее. Ну и безотходность производства, установка по рециклингу остаточного бетона. И полностью автоматизировано на нем работают два человека. Мы, как потребители услуг строительной отрасли, дорожной отрасли, всегда заинтересованы в том, чтобы конструкции наших домов, конструкции дорог были высоконадежными и несли минимальные эксплуатационные затраты. И с пуском вот именно таких производств мы надеемся, что впоследствии, как себестоимость строительства наших домов и дорог снизится, и очень важно снизиться эксплуатационные затраты на их содержание. Сейчас вот этот непростой период тоже был проверкой сотрудничества. Это один из плодов совместной работы вы видите, но у нас намечен еще целый ряд проектов по расширению сотрудничества, касающиеся не только кредитования, но и такого комплексного обслуживания компании «Велком». Поэтому у нас, безусловно, уверенность в дальнейшем сотрудничестве есть. Продукция предприятия будет применяться в жилищном строительстве, которое в Рязанской области ведется хорошими темпами. А исходные материалы в производстве используются преимущественно рязанские. Наличие их запасов башенной конструкции обеспечивает скорость производства и стабильное качество. Наряду с асфальтобетонным и бетоносмесительным промышленными узлами в первую очередь вошла лаборатория для анализа качества сырья и продукции. К концу 2018 года в рамках этого проекта планируется построить заводы по переработке каменных материалов, производству битумной эмульсии, железобетонных изделий и архитектурного бетона. Бетон – это экологически чистый продукт, и производство тоже экологически чистое, тем более еще и в пригороде даже работа техники, автомобили не будет напрягать жителей города. Это тоже приятно. Мы об этом думали, когда это делали. Группа компании «Вилком» – это пример для всех остальных дорожных, строительных организаций, как надо, в каком направлении двигаться. К числу наиболее значимых объектов компании на территории Рязанской области относятся северный обход, автодорога в Москва-Челябинск, капремонт моста через Акуну, участки автодороги Шумыш-Рязань, крупные сетевые гипермаркеты, более 10 жилых домов, а также многое другое. «Вилком» – группа является одной из наиболее технически оснащенных строительно-производственных холдингов в Рязани. В активе компании более 200 единиц техники, опалубочные системы, оборудование и специальный инструмент мировых производителей. Сегодня многопрофильный холдинг «Вилком Групп» ставит перед собой в качестве ключевых задач наращивание собственной производственной базы, развитие сырьевой базы, рост объектов строительства и достижение максимального качества объектов при снижении стоимости и вреда для окружающей среды. В Рязань прибыл знаменитый ведущий, общественный деятель, любитель и защитник природы и просто хороший человек Николай Дроздов. Глеб Галушкин расскажет о том, с какими предложениями к рязанским руководителям выступил знаменитый ученый. Утром известный телеведущий и ученый-заолог Николай Николаевич Дроздов побывал на Центральном спорткомплексе областного центра. Там прошел парад флагов. Но помимо этого большой популяризатор биологической науки сообщил о старте экологического телемарафона. В 2014 году год охраны окружающей среды при поддержке Роспространства на СООР при публиализации экологии и обсуждении охранных вопросов охраны окружающей среды по проблемам вакцинатных, пользованиями, улучшениями, улучшениями экологической обстановки, внедрения инновационных ресурсов, сберегающих экологических безопасных технологий, мы предложили новый формат телемарафона. Телемарафон проводится на ведущей инфраструкционной площадке страны, в Реал-Новости, или теперь называется «Россия сегодня» и в ведущих регионах страны. В ведущих регионах, то есть, для катания, в этом из первых ведущих регионах страны. Николай Николаевич Дроздов рассказал рязанцам и о перспективах экологического движения «Живая планета», председателем правления которого он является. Благодаря усилиям членов общества сейчас разработана новая культурно-экологическая стратегия, принятая в 2014 году Общественной палатой России. Недавно, кстати, появилось и первое экологическое общественное телевидение. На встрече в здании Рязанской городской администрации были озвучены планы по созданию регионального отделения международного движения «Живая планета». На этой неделе сотрудники силовых ведомств в связи с началом учебного года несут усиленную службу. Об итогах их работы за прошедшие пять дней расскажет Наталья Новикова. 1 сентября не только День знаний, это еще и начало осени, а следовательно время, когда дети возвращаются с каникул и все больше их количества становятся участниками дорожного движения. И, надо сказать, самыми уязвимыми участниками. Рязанские дорожные полицейские в первый день учебного года провели рейд, направленный на выявление нарушения правил перевозки детей в автотранспорте. За восемь месяцев текущего года на территории области произошло 206 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет. В этих ДТП 11 детей погибло и 229 получили травмы различной степени тяжести. Также стоит отметить, что более половины всех детей, пострадавших в ДТП, являлись пассажирами. Конечно, удивителен тот факт, что по-прежнему остается немало родителей, которые экономят на безопасности своих детей и до сих пор не приобрели удерживающие детские кресла. А ведь цена кресла такая же, как стоимость штрафа. А вот жизнь – она бесценна. Отличились 1 сентября не только безалаберные водители, но и рязанские предприниматели. Несмотря на запрет, установленный законом на розничную торговлю алкоголем 1 сентября, некоторые в погоне за прибылью все-таки нарушают ограничения. На улице Весенней в одном из магазинов продукты был выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. На данных граждан будет наложен административный штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией продукции, изъятой как предмет административного правонарушения. Стало известно о завершении экспедиции рязанской команды путешественников на Аляску. Извилистыми тропами рязанцы преодолевали всевозможные препятствия, подготовленные им погодой и самой природой. Конечной точкой маршрута была река Игигик, вытекающая из озера Бочарова. То есть все поставленные задачи по поиску исторических переходов на Аляске рязанские путешественники выполнили. По приезду они рассказали рязанцам, насколько сложной выдалась и эта экспедиция. Рязанские исследователи русской Аляски во главе с Михаилом Малаховым вернулись домой с очередной экспедиции. Конечно же, с новыми эмоциями, историями и знаниями. На пресс-конференции они рассказали о том, как участники экспедиции преодолевали перенос из Аляскинского залива в озеро Бочарова. 10 тысяч километров. В принципе, для общего представления, визуально, что же собой представляла некая российская колония под названием «Русская Америка», наверное, материала было достаточно. Но мы уже, кстати, в третьей экспедиции прекрасно поняли, что просто собиранием фактурного материала, который подтверждает факт, да, здесь русский дух, да, здесь Руси пахнет, да, мы имеем совершенно очевидные факты, уникальные в культурологическом плане сохранение элементов русской культуры на территории чужого государства без первичных носителей этой культуры, уникальные совершенно, я бы сказал, не только местного значения, но и такого мирового уровня. Дорога была очень непростая, и все же этот опыт для исследователей оказался бесценным, ведь им удалось восстановить исторический путь, описанный русским морским офицером Лаврентием Загозкиным еще в XIX веке. Вот эти все пути используются русскими с серьезными экономическими задачами. По этим путям, когда там на лодках переходили, можно было переносить большое количество мехов. Нам, мы в XI в году задачу решили, смотрится хорошо, действительно работает в экономическом плане. Пока все полученные данные из проведенных исследований участники экспедиции складывают в одну общую картину. Этим сюжетом мы завершаем наш выпуск. Программа «Время говорить» прощается со зрителями до понедельника. Хороших вам выходных, всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова